Так, сегодня у нас... А, кстати, красивая дата, 10-е, 10-е. Всех поздравляю с красивой датой. Сегодня, кстати, полна луния. Сейчас дети у меня в окно смотрят, наблюдают просто огромную луну. Вот так что можете тоже в окошко выглянуть. Удивитесь. Вот, 10-е, 10-е, 20.00, понедельник. Вот, ну и мы продолжаем нашу серию вебинаров по технологии Skyway. Зовут меня Алексей Новомович, по образованию инженер-программист. С 14-го года являюсь партнером по продвижению U-технологии. Раньше я писал Sky-технологии, но так как у нас спектр технологий настолько расширился, что уже просто в СВ не вмещается, ну, написал U-технологии, то есть технологии Юницкого. Это и транспорт, это и космическая программа, это и гумус, это и формат новой жизни. То есть, ну, в общем-то, вся вот эта вот целая линейка интересных технологий. Вот, ну и начнем традиционно с проблем в современном транспорте. Ни для кого не секрет, что их огромное множество накопилось. Вот, ну, естественно, это пробки, аварийность на дорогах. Это проблемы в грузоперевозках. В грузоперевозках, то есть, все мы наверняка сталкивались с доставками из Китая, вот, когда ждешь неделями своего заветного какого-то товара. То есть, нашли что-то там за пару минут нашли какой-то товар, там оплатили за минуту, ну, и потом неделю, две, три ждем, пока к нам придет. То есть, все это логистика. Все это логистика, доставка, которая оставляет желать лучшего на сегодняшний момент. Помимо проблем таких вот социальных в городах, вот, и заставка, есть еще проблемы естественного характера. Вот, ну и мы видим здесь это, и кто-то борется, моя любимая фраза, со снегом, кто-то с песком, кто-то борется с паводками. Вот, ну, в общем-то, это все проявление земной, такой вот природной, природных явлений. Вот, ну и все это дает осложнение на передвижение. Ну, естественно, это выбросы в атмосферу углекислых газов, это вот такие вот катаклизмы, катастрофы всевозможного характера. То есть, все это, естественно, дает о себе знать. Ну, таких вот, слава богу, уже паровозов мы не видим, но тут тоже, тем не менее, такое тоже вот бывало. Хотя где-то, наверное, где-нибудь в глубинке, где-нибудь, не знаю, в Осиповичах, где-нибудь такие тоже, может быть, можно узреть на картинке. Вот, ну, помимо проблем с эксплуатацией, есть также проблемы и в строительстве. То есть, казалось бы, обычную дорогу, асфальтную, чтобы проложить, необходимы целый ряд мероприятий. То есть, и вырубить лес надо, и снять плодородный слой почвы, и все это потом, ну, в общем, это долгие мероприятие целое, потом сделать подушку, насыпь, одна, вторая, третья. То есть, это долго, дорого. Вот, ну, и потом, как бы, ну, вроде как хорошо, но если посчитать аварийность, то тоже потом о себе дает знать. Так, отключаем. Ну, и в развитии в своем транспорте он немножко шагает все-таки вперед потихонечку. Ну, и вот первые шаги, сделанные в сторону надземных решений. Вот, но они все еще громоздкие, то есть, но они в правильном направлении, то есть, это в сторону безопасности, эффективности. Вот, но они пока, вот, как мы видим здесь, громоздкие, тяжелые. Вот, ну, и есть более эффективные, элегантные решения. Ну, естественно, каждый раз мы показываем тоже дорогу в Германии, как одна из, в общем-то, наилучших, наверное, решений, вот, в сегменте второго уровня дорог, вот, которая работает уже дорога больше 100 лет. Вот, за 100 лет у нее всего лишь было две аварийные ситуации, вот, и то там по вине сотрудников. Вот, но, тем не менее, до сих пор она функционирует, ездит, перевозит людей. Вот, и вот как-то у нас даже одна из наших партнеров была, каталась, вот, и присылала нам год назад статью видео. Вот, так что было, когда кому-то позволяло смотреть видео, то мы с удовольствием смотрели. Вот, ну, и продолжая тоже, ну, да, есть еще такие варианты, как канатные дороги, есть фуникулеры, вот, ну, у них тоже там ряд проблем, связанные со скоростью, и с количеством перемещаемых грузов, вот, и с дальностью, и так далее, и так далее. В общем, ну, в общем, подводя такое резюме, идеальное транспортное решение уже существует. Вот, это струнные транспортные системы. Почему оно идеальное? Сейчас немножко обсудим. Вот, но, почему струнные? Потому что в основе технологии лежит струна. Вот, ну, струна, то есть передвижение непосредственно не по струне, а по струнному рельсу, вот, ну, и сам струнный рельс в виде такой прямоугольной формы, вот, но внутри есть небольшой у него секрет, это как раз-таки есть струна, преднапряженная струна, которая позволяет делать пролеты вот такие вот невероятно длинные, при этом красивые, ажурные, легкие, ну, эпитетов можно сюда много подбирать, вот, ну, в общем-то, это, ну, как раз, знаю, наверное, тот самый венец изобретательства, то есть когда и эффективно, и красиво, вот, и быстро, вот, поэтому струнные технологии применяются, ну, применялись они, в принципе, и раньше в вантовых мостах, но вот в таком исполнении впервые их предложил использовать наш Анатолий Дарвич Юнгитский. Вот, по поводу передвижения над землей, тоже, наверное, много говорить нет смысла, то есть как только мы поднимаем транспортную систему над землей, то мы избегаем и холмов, и избегаем каких-то водных преград, то есть нет необходимости все это выравнивать, как-то срезать, то есть просто вот два, две опоры, прямой, идеально ровный путь, вот, на котором можно уже делать скорости, гораздо превышающие тем, чем те скорости, к которым мы привыкли, и там вплоть до 500 км в час, там, до 1000 км в час, то есть это уже инженеры будут сейчас это внедрять, испытывать, в общем-то, ну, и то, в общем-то, к чему мы идем. Ну, и вот мы видим здесь на картинке три вида путевой структуры. Бывает путевая структура с провисом, бывает путевая структура прямая, бывает путевая структура двусторонняя, то есть мы видим здесь и сверху едут транспортные средства, и снизу. То есть, в общем-то, от условий использования можно выбирать ту или иную конфигурацию. Вот несколько картинок, это реальные фотографии из Белоруссии, из полигона. Вот, ну, вот мы видим, первые шаги были, первые проезды фотографии зафиксировал. Это также Марина Горка, реальные фотографии. Здесь мы видим посадочную станцию, в общем-то, трехэтажную. Вот, на втором этаже идет посадка на городской транспорт, на третьем этаже идет посадка на высокоскоростной транспорт. Ну, в общем-то, такой, как бы, образец. Вот, ну, здесь он, данная станция, она не только как станция, в том числе, она еще и как некий музей технологии, потому как технология развивалась не один год и даже не один десяток лет. То есть, всю свою, ну, мы об этом чуть позже поговорим. То есть, много-много десятилетий было, производились, возможно, опыты, проводились испытания и в Российской Федерации, и в Беларуси, и на компьютере, и продувки. Ну, в общем-то, огромное-огромное количество было проделанной работы, которая вот увенчалась в итоге вот здесь вот весь этот опыт, вот первая станция, первый полигон в Беларуси. Вот, ну, тоже эта картиночка отсюда, закат в Марьиной горке. Ну, в общем, красивое изображение. Ну, и автором всего этого является Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, который всю свою жизнь посвятил транспорту, то есть, его можно называть даже доктором философии транспорта, то есть, со студенческой скамьи, и даже, и даже, наверное, со школьных лет, вот, когда он запускал первые ракеты, делал, ну, первые ракеты, имеется в виду, на конкурсе у школьников были такие, ну, как, уроки изобретательства, то есть, и вот он на школьных уроках делал мини-ракеты, запускал их в воздух, вот, и потом там даже садил мышку, мышка спускалась на парашюте, то есть, живая, невредимая, то есть, даже начиная с таких, с такого возраста, то есть, он занимался транспортом. Ну, и за это время огромное количество было и монографий, книг, вот, ну, и сегодня уже Анатолий Эдуардович Юницкий, ему 73, вот, но, несмотря на возраст, казалось бы, уже такой серьезный, вот, у него огромное количество идей, замыслов, вот, ну, и для многих, ну, наверное, из нас, это пример для такого подражания, вот, потому что много людей, кто достигает, там, не знаю, возраста 50-60, уже дальше не видят смысла в жизни, пенсия – это конец, вот, ну, а вот Анатолий Эдуардович Юницкий, 73, вот, масса идей, масса планов, вот, только успевай их реализовывать. Вот, ну, написано огромное количество монографий, вот, одна из них – это книг, струнные транспортные системы, не только, как мы видим здесь на Земле, но еще и в космосе, то есть, книга «Инженер» тоже, тоже одна из этих книг, где описана вся история технологий, вот, ну, и кто из, если новенькие у нас сегодня присутствуют, то могут посмотреть, ну, заказать, в интернете тоже можно найти, и посмотреть всю историю развития технологии, вот, ее зарождение в 70-х годах и до наших дней. В картинках красивая, хорошая книга. Ну, и если немножко касаться технических характеристик, то один из важнейших показателей вообще в транспорте – это коэффициент аэродинамического сопротивления, то есть, ну, по сути, это сопротивление воздуха. Вот, и чем эффективнее, ну, кстати, многие транспортные, транспортные, скоростные компании, которые делают скоростные автомобили, они именно борются с сопротивлением воздуха, то есть, делаются всевозможные там плавные линии, обдувы, то есть, все рассчитывается на компьютере, чтобы минимизировать именно сопротивление воздуха, потому как на него тратится самое большое количество энергии. Так вот, в нашем юнилете мы видим коэффициент аэродинамического сопротивления, он почти в 10 раз, ну, почти на порядок, да, мы видим, что он лучше, чем в обычном автомобиле. Вот, поэтому, в общем-то, все это дает идеально ровный путь, идеально ровная вот такая вот у него, ну, как капля, как пуля формы, то есть, все это позволяет разгонять те самые 500, про которые говорил, километров в час. Вот, ну, и вариантов есть тоже и посадки пассажиров, и под топливным коэффициентом очень низко. То есть, в общем-то, мы еще раз проговариваем те самые моменты, почему это транспортное средство является идеальным. Вот, ну, иногда раньше спрашивали, то есть, упадет или не упадет с ваших путей транспортное средство, ну, мы показывали такие вот противосходные системы, что вот, смотрите, здесь есть поддерживающие специальные колесики, никуда не денется, вот, ну, в общем, уже мы много раз, несколько раз катались неоднократно, вот, видели, знаем, что все держится, работает, никуда не падает. Вот, вот, скорее самолет упадет, держась на своих крыльях, на воздухе, вот, чем, чем здесь. Вот, ну, и частенько нам показывают всевозможные такие вот ноу-хау в компании, потому как, ну, транспортный комплекс разработать с нуля – это довольно сложное мероприятие. Вот, иногда говорят, почему так долго, вот, но если подумать, ну, вот, и понять всю глубину проработки, то есть, все то, что сделала компания за эти восемь лет, ну, можно просто, на самом деле, удивиться, потому как разработать с нуляцию транспортную систему, которая состоит и машиной, и сама эстакада, и, там, электроника, и, там, ну, это просто, вот, и очень много ноу-хау. Ну, вот одно из такой ноу-хау – это вихретоковые замедлители, которые тоже мы рассматривали раньше. То есть, такая альтернативная система торможения на станциях. Вот, ну, долго останавливаться не будем, продолжим. Вот, ну, и вот, подводя, резюмируя все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что транспортные, струнные транспортные системы – это является идеальным транспортным средством, начиная от капитальных затрат, то есть, стоимость строительства, где она минимальная, зелененькие мы видим, продолжая эксплуатационными расходами, то есть, маленькие подвижные составы, которые движутся на электроэнергии, они потребляют очень мало энергии, нет необходимости, там, сделать латочный ремонт ежегодно, там, как в асфальте, там, нет необходимости с песок, там, сдувать, там, или снег, то есть, все это самоочищающаяся транспортная система, то есть, долгая, там, чуть ли не гарантия, у нас до 100 лет на путевую структуру, поэтому эксплуатационные расходы тоже минимальные, расходы энергии минимальные, ну, опять же, я сказал, это электромобили на стальных колесах с автопилотом, то есть, расход энергии минимальный, вот, но при всем при этом пропускная способность может быть максимальная, то есть, она может быть больше, чем в московском или минском метро, то есть, за счет того, что вагончики могут каждые, там, там, чуть-чуть не каждые 2 секунды могут отправляться со станции. Загрязнение окружающей среды минимальное, ну, понятно тоже, по каким причинам, то есть, это электромобили. Транспортная аварийность минимальная, тоже достаточно поднять транспортную систему над землей, вот, мы избегаем столкновения с животными, с другими автомобилями, избегаем столкновения, ну, в общем-то, с всем тем, что там движется по земле, вот, ну, и хаотично, беспорядочно, и вот эта автоматизированная транспортная система, она как отдельный слой над землей, автоматизированная, компьютерная, то есть, она, в общем-то, позволяет транспортную аварийность снизить до, ну, очень низких значений. Вот, ну, в общем-то, мы видим, что по этим показателям превосходит и авиацию, и метро, и Моглевы, и кейблкар, это канатные дороги, водный транспорт, железные дороги, вот, ну, и так далее. Так, ну, и вот еще раз посмотрим по вариантам исполнения, то есть, двухместные, четырехместные, шестиместные, четырнадцатиместные, то есть, абсолютно для разных условий и применения. Помимо пассажирского транспорта есть и решение для грузового, вот, допустим, мы видим здесь контейнерные перевозки, изначально в бизнес-плане они не рассматривались, но с течением времени, то есть, были вопросы, спрашивали потенциальные заказчики, а сможем ли организовать контейнерные перевозки, потому как есть, ну, большие вопросы при разгрузке в портах, вот, ну, и тоже Анатолий Дарькович нашел решение, вот, и вот сейчас вот одна, одна из трасс в Эмиратах уже достраивается именно под контейнерную перевозку. Огромное количество сертификатов, наград, все это есть в Минске в ЗАО «Струнной технологии». Патенты евразийские, европейские, там, американские патенты, японские, то есть, китайские, то есть, огромное количество дипломов, патентов имеется в компании, чтобы защищать интеллектуальную собственность. Пишутся статьи, ну, причем даже, ну, не только с самими авторами, но и другие источники пишут. Ну, вот, часто видим «Транспорт, транспорт Беларусь» 22-й год, одна из выставок, то есть, описали тоже, что имеется, что сделано, вот, какие есть перспективы у компании. Помимо того, что ведется сама непосредственная производственная деятельность, еще есть такие энтузиасты, которые защищают дипломы, вот, ну, в принципе, компания поощряет дипломников, студентов, старших курсов для защиты своих работ, вот, ну, и такие дипломники есть не только у нас в Минске, вот, ну, есть даже там взаимоотношения с нескими вузами, вот, дипломники защищают свои работы. Есть также и российские студенты, есть, одна из первых, наверное, работ, которая была дипломная работа, на которой я знаю. Это была в 2013 году, причем не вот здесь кто-то, а именно в Австралии. То есть в Австралии в 2013 году один из студентов на английском языке защищал работу по струнным технологиям, так что вот можно даже, ну, гордиться. Здесь мы на картинке видим, это в Шарджа уже защищались, вот, и это было в этом году, поэтому тоже в Шарджа, в Единых Арабских Эмиратах тоже происходят такие вот моменты. Вот, ну, и одно из достижений уже в этом году, которое мы видели, это компания-разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в Национальной Академии Наук. Вот, это позволило компании получить статус именно научной организации. Вот, научных организаций у нас на самом деле, коммерческих научных организаций, ну, их очень мало. Вот, и, ну, как просто, как показатели, то есть на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеет ученое звание доцентов, более 10 преподают в вузах страны, за 5 лет сотрудники опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий, получено 95 охранных документов. Ну, в общем-то, все, что вот я перечислял, вот, ну, все это такой научный труд, не одного, наверное, даже сказать, десятка человек. Вот, ну, и, в общем-то, это позволило пройти аккредитацию в Академии Наук. Ну, иногда мы видим тоже вот фотографии, как проходит совещание, потому что Анатолий Дарвич Юницкий сейчас одной ногой, можно сказать, в Минске, другой ногой в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шарджи. То есть, приходится сейчас контролировать работу и там, и там. Как-то мы были летом на Мариногорке, спросили у сотрудников, ну, вот, как он успевает, ну, или как, не сказывается ли на качестве работы отсутствие босса, ну, вот в Минске, например. Ну, и сказали, что, наоборот, отношения даже еще строже, вот, чем когда он был только здесь. Вот, поэтому, ну, тоже можно посмотреть на столик, как мы видим здесь растения, то есть, и это, ну, название эко-технопарк, оно, в общем-то, преследует не только там на полигоне, вот, ну, и даже в офисе. То есть, мы видим здесь эко, то есть, зелененькие все, забота о сотрудниках, чтобы был чистый воздух, эстетика, ну, и так далее. То есть, все должно быть красиво. Вот, ну, и так как компания сама по себе пока еще финансируется за счет частных инвесторов, вот, вся бухгалтерская отчетность в том числе выкладывается, то есть, чтобы была максимальная прозрачность, ежегодные отчеты аудиторской компании проверяют, выкладывают балансы, то есть, кто в этом разбирается, можно, ну, или кто не разбирается, можно привлечь бухгалтера, посмотреть, все цифры есть, то есть, сколько денег тратится там, допустим, на фонд заработной платы, сколько денег, сколько всего в активах у компании, то есть, ну, в общем-то, все вот эти внутренности финансы и можно тоже, кому интересно, исследовать. Ну, это тоже очередной такой фактор прозрачности, вот, и полной открытости компании перед людьми. Это одно из зданий в Минске, это второе здание по счету на Чеботарева, вот еще одно здание у нас на железнодорожной 33, вот оно сейчас является головным, вот, ну, оно уже такое солидное, там больше 10 тысяч квадратов с офисами, в общем-то, все, весь интеллектуальный, все мозги, можно сказать, находятся на железнодорожной 33, вот, руки компании находятся в Шабанах, то есть, в Шабанах здесь сборочное производство, тоже летом мы там были, смотрели, тоже захватывающее, можно сказать, зрелище, вот, ну, и там собираются транспортные средства, которые потом отправляются в дальнейшем на полигон в Марину-Горку, где все это испытывается уже в рабочих условиях. Ну, и вот здесь вот на полигоне, на испытательной площадке уже пять готовых трасс и еще две трассы в процессе строительства. Ну, вот красивая фотография, где мы видим снизу, как бы, биосферный слой, да, то есть для людей, животных и так далее, и над ним надстройка в виде транспортной системы, где передвигаются над головой уже, никому не мешают, вот, все виды наших подвижных составов. Ну, и переходя уже от Беларуси к Объединенным Арабским Эмиратам, вот, когда в Беларуси успешно показали вот эти вот несколько линий, было проявлен интерес из Объединенных Арабских Эмиратов и тоже спросили, а можете ли вы построить такое же только у нас, потому что у вас там легкий, такой мягкий климат, вот, а как насчет наших условий суровых, вот, ну, и Анатолий Дарвич сказал, что без проблем сделаем, сказали бы в Антарктиде построить, построили бы в Антарктиде, вот, ну, и, в общем-то, начался процесс в девятнадцатом году строительства там, то есть сейчас, в настоящий момент, две площадки, вот, ну, и тоже вот мы смотрим, вот, недавно укладывали статью, как укладывается тот самый знаменитый струна, то есть мы видим, вот, они не просто там каким-то какой-то кучей навалены, то есть аккуратно, наверное, можно сказать, расчесанные, красивенькие, то есть лежат один к одному, вот, потом аккуратно собираются в короба и все это формируется в струнный, потом упаковывается в струнный рельс. Вот, ну, вот пару картинок тоже из Шарджи. Вот, ну, и в двадцать первом году, чем он ознаменовался, было очень много делегаций, ну, именно делегаций таких медиа, медиа, приезжали и радио, и телевидение, причем телевидение было не только местное, арабское, то есть, ну, были даже и с Канады приезжали, и приезжали, то есть, по-моему, на СНН были, японцы приезжали, то есть, ну, то есть, в общем, со всего мира были репортажи, которые освещали технологию. Ну, и потом плавненько перешли в 22-й год, и в 22-м году началась выставка в Дубае, посвященная 50-летию Дубая, и на протяжении полугода было огромное количество уже делегаций живых, имеется в виду заинтересованных лиц, то есть это и министерские делегации, и предприниматели, ну, вот мы здесь видим, как раз, делегацию из одной из африканских стран, где вот тоже демонстрируют все возможности технологии, и зеленая ее часть, вот, и транспорт, и линейные города, и, ну, в общем-то, весь спектр технологий. Ну, вот, допустим, бизнесмены из Ганы протестировали струнный транспорт в Шарджи, это была, по-моему, европейская делегация, по-моему, Чехия, бизнесмены из Индии испытали струнный транспорт, деловые контакты из ОАЭ, Великобритании и Австралии, вот, ну, и, в общем-то, каждая делегация потом оставляет в книге записей свои впечатления, ну, и вот тоже вот одно из впечатлений, спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего, я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей родной стране Австралии, Дэйл Джексон, ну, в общем-то, это один из примеров записей, вот, так что дальше смотрим. Министерство туризма Индии, да, кстати, очень много было визитов из Индии, вот, причем неоднократно они приезжали из разных министерств, из разных компаний, именно индусы очень заинтересованы. Представители выставки Mobility Leaf Middle East в центре испытаний ШААДЖа. Проект струнного транспорта укрепляет деловые отношения с Индией, вот, в очередной раз, вот, ну, и здесь мы видим в процессе экскурсии гости стали, так и так же ценили автономный грузовой электромобиль Yukon, вот, тот самый контейнерный маленький, и скоростной электромобиль U-Flash. Так, модель струнного транспорта установили в центре, в центральном корпусе SRTI Park, тоже, ну, наша вообще площадка развивается при поддержке этого SRTI Park, но вот сейчас еще, в частности, одну из моделей перевезли и поставили прямо там, вот, в холле, как одной из, ну, наверное, центральных технологий, которая, вот, развивается под крылом вот этого ШААЖа Research and Technology Park, то есть научно-исследовательский парк в ШААЖе. Так, ну, и вот эти все визиты, ну, о них постоянно рассказываем, вот, ну, и вот недавно перешли эти визиты из режима живого посещения еще в радиоформат, где Зарецкий, Олег Зарецкий выступал на радио, причем на нескольких, нескольких передачах, вот, ну, примерно освестил и планы по строительству, и достижения, и, ну, вообще, в принципе, еще раз напомнил, что гордитесь, помните про нас, ну, и, в общем-то, очень тоже живой интерес, много вопросов он получает. Вот, ну, и в прошлый раз мы тоже обсуждали с вами, что Unibike показали на выставке InnoTrans, ну, и тоже, как бы, кто следит за историей с момента ее основания, то есть мы помним первое InnoTrans в 2016 году, сколько было эмоций, потом второй InnoTrans в 2018 году, сколько было эмоций, вот, третьего не было в 2020 году по причине пандемии, ну, и в 2022 году уже даже не мы сами, а при поддержке управления дорог и транспорта Дубая, то есть RTA уже самостоятельно, то есть без нашего участия представляли в Берлине вот Unibike, вот, ну, и вместе с ним концепт надземного передвижения в Дубае, то есть тот самый проект, который мы видели, там, 15-километровая трасса в Дубае, вот, поэтому тоже такая очень хорошая, что мы уже не сами продвигаем, а есть уже такие надежные партнеры, как управление дорог и транспорта Дубая. Вот, ну, и переходя уже к дальше, тоже, ну, пример, тут картиночка того, как может выглядеть дорога, станция в городских условиях, то есть вот эти самые люди снизу, второй уровень, там, может быть, городской или там междугородней линии, если сверху уже еще там городская, то есть, ну, как бы вариантов много. Вот, так может выглядеть станция за городом, то есть мы видим вот такие красивые башенки, но и это очень интересное направление, то есть если раньше люди садились в лифт и спускались вниз, чтобы куда-то поехать, вот, то сейчас люди будут садиться в лифт, подниматься наверх, там садиться на станцию, ну, и куда-то дальше ехать, то есть немножко переворот такой в сознании, вот, ну, и сама по себе перемещение над землей, вот, может позволять сделать вот такие кластерные поселения, то есть мы видим, что можно делать небоскребы не только на земле, но и на воде вдоль берега, то есть мы можем видеть, что перемещение, то есть, ну, вот, как башенка это центр, деловой центр, социально-деловой центр вот этого поселения, где может быть и школы, садики, больницы, там кинотеатры, магазины, что-то еще, такое административного назначения пункт, вот, станция пересадочная, вот, ну, а люди могут жить вокруг, на природе, вот, и, в общем-то, в пешей доступности у них та самая станция, ну, как сейчас метро, наверное, да, только здесь оно надземное, вот, ну, и вот такой вот концепт очень интересен, ну, и такой концепт вообще линейного города, он даже был поддержан организацией объединенных наций, причем он поддержан был именно наш проект, то есть Анатолий Дорожевич Юницкий, у него есть связи с организацией объединенных наций, вот, и дважды он получал грант именно на развитие вот этих линейных городов, вот, так что такие вот у нас есть серьезная такая поддержка, вот, ну, и сама концепция кластерных городов, она развивается, вот, и одно из последних уже таких вот зарисовок, проектов, которые делают архитекторы, ну, вот, мы видим здесь горизонтальные небоскребы, то есть кластер, вот, и вокруг уже поселения не частного характера, а вот мы видим, как небоскреб, который положили на бок, то есть горизонтальные небоскребы, вот, ну, и тоже есть определенный концепт проживания в этих поселениях. Так, ну, и переходя, как бы, дальше, то есть одна дорога, то есть, ну, когда соединяется дорога, и там два каких-то пункта, потом еще каких-то пунктов, то есть, в принципе, все, в итоге можно построить целую сеть дорог, вот, транспортная сеть, вот, ну, в общем-то, уже даже есть название у этой сети, то есть это TransNet, транспортная сеть, то есть есть сеть Интернет, сеть для передачи данных, информации, почты и так далее, вот, и есть, будет транспортная сеть TransNet, то есть сеть для передачи людей и грузов, вот, ну, и, в общем-то, потенциал развития очень-очень велик. Так, ну, и переходя, то есть, мы немножко там упомянули вначале, что книжка «Струнные системы на Земле и в космосе», ну, это еще одно из направлений, это общепланетное транспортное средство, долго на нем останавливаться не будем, но передвижение Анатолия Эдуардовича Вницкий, как доктор философии транспорта, вот, о транспорте он думает не только на Земле, вот, ну, и в том числе в космосе, потому как в космосе есть определенного рода ресурсы, вот, которые можно туда отправлять, отсюда забирать, ну, в общем-то, тоже интересное такое вот направление. Так, ну, и переходя к дню текущему, вот, на настоящий момент мы находимся в преддверии 15-го этапа, ну, а точнее, мы сейчас находимся на этапе 14.2 и переходим на этап 14.3, буквально вот-вот уже в октябре. На 15-й этап у нас остается, ну, такие, как бы, глобальные задачи, это достроить 20 километров высокоскоростной трассы и достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, трасса для контейнерных перевозок, скорее всего, будет достроена даже в рамках 14-й этапа, потому как, ну, может быть, даже зимой. Ну, поэтому, по сути дела, на 15-й этап, наверное, остается только 20 километров высокоскоростной трассы. Где она будет в Дубае, либо в Беларуси, либо где-то еще, ну, покажет время. Вот, ну, а пока проект формируется, растет, растет он за счет, то есть, есть люди, которые его непосредственно инженерный состав, те, кто его строит руками своими, ежедневно ходят на работу, а есть люди, которые его поддерживают финансово, то есть, люди, инвесторы, простые люди, студенты, пенсионеры, которым нравится данная технология, ну, и как, вот, есть слово краудфандинг, или акционерный краудфандинг, то есть, с миру по нитке голым рубашка, то есть, можно назвать как угодно. То есть, люди финансируют технологию, получают свою долю в этой технологии, и на эти вложения, то есть, работает команда, которая создает этот транспорт. Все это происходит через личные кабинеты, то есть, есть пакеты всевозможных и для студентов, для малышей, там, для, ну, разные, на разный вкус и цвет, на разный карман. Есть пакеты в рассрочку, есть пакеты разовые. 50 долларов в месяц, значит, 50, то есть, в принципе, каждый выбирает под свой, по свои пожелания, под свои возможности. Так, почему проект, ну, почему, в принципе, интересно, людям нравится данный проект, ну, как бы, мы все это уже перечислили, то есть, транспорт, который решает массу проблем, транспорт, который будет функционировать долго и перевозить тот же людей, то есть, можно просто ездить на транспорте, а можно ездить, получать от этого какие-то дивиденды, то есть, ну, вот, поэтому все это плюс экологический аспект, плюс какие-то юридическая защита, плюс наследие, там, внукам, то есть, в общем-то, все это делает проект интересным с точки зрения инвестиций. Ну, и, как бы, тоже, опять же, проект начинался в 2014 году, сейчас уже в 22-й, вот, и чем дальше к финишу, тем меньше рисков становится. Ну, и чем меньше рисков становится, тем и дисконт тоже становится меньше. Вот, ну, и давайте по поводу дисконта, тогда сейчас чуть позже про купоны, пару слов скажу. По новостям. Новости. Ну, за неделю новостей было, в принципе, не так много, вот, но мы посмотрели, были интересные репортажи про установку рельсов на трассе, трассе номер 4, вот, та самая трасса для контейнеров перевозок, вот, ну, и показали, не знаю, у меня слева здесь не отображается почему-то картинка, но у вас, наверное, должна быть. То есть, как укладываются вообще тросы, как они формируют в короба, как вот поднимают их специальными домкратами, то есть, тут, ну, такой интересный довольно-таки кадры, как происходит вообще монтаж. Вот, так что, кому интересно, в личных кабинетах тоже можно, ну, посмотреть более подробнее, приблизить. Вот, все это происходит на тестовой трассе номер 4. Работы проходят при поддержке партнеров проекта ВУАЭ, Аль, СЕР, Аль, Кабер Констракшн, Голодари Инжиниринг Воркс, Интернешнл Инжиниринг Консалтантс, ну, в общем-то, партнеры все арабские, ну, как бы, и в принципе, оно логично, когда строили в Мариной Горке, привлекали подрядчиков из Мариной Горки, когда строим в Объединенных Арабских Эмиратах, естественно, привлекаем подрядчиков местных. Так, дальше. В Белорусском Центре Испытаний Струнных Технологий прошли испытания 48 местного юнибуса в условиях максимальной нагрузки. Ну, вот, пригласили гостей, вот, для этого десятки человек одновременно зашли на борт машины, проехали около одного километра, вот, ну, и тест показал, что комплекс полностью готов к работе в часы пик. Ну, вот такое вот, то, что мы говорили, что производительность может быть больше даже, чем в московском метро. То есть, ну, вот, загрузили людей, провезли километры, разгрузили, тоже какие-то замеры сделали. То есть, все это проводится. Отметим, что посадка в юнибус происходит с двух сторон. Это позволяет пассажирам быстро зайти в салон, тем самым уменьшить время пребывания на станции. Внутри юнибус оборудован сидячими и стоячими местами, общее количество которых можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В реальных условиях большого скопления людей на станции позволит избежать автоматизированная система управления. Вот, она сократит интервалы движения транспорта, если пассажиропоток увеличится. О том, как проходили испытания юнибуса, можно посмотреть, опять же, в видео в своих кабинетах. Ну, у нас кабинет не позволяет здесь, Мерополис, показать видео, ну, поэтому в кабинет можно зайти посмотреть, ну, или в чатах тоже, в принципе, там выкладывали. Так, по поводу перехода на другой этап, тоже есть такая новость, что в кабинетах начислили всем купоны. То есть, все, кто инвестировал в период с 21 июня 2021 года по 5 октября 2022, вот, начислен один купон. Те, кто инвестировал, у кого, то есть, либо кто сам, либо у кого в первой линии кто-то инвестировал, то есть, проверьте ваши кабинеты, возможно, у вас есть купоны. Эти купоны можно либо использовать самому, то есть, они увеличивают покупку в два раза, либо подарить кому-то из ваших близких, вот, чтобы использовали они, потому как действуют они до 19 октября. Вот, ну, 19 октября происходит переход уже на этап 14.3. Вот, ну, в общем-то, такой, как бы, небольшой бонус для тех, кто хочет поддержать проект. Вот, есть еще 9 дней, можно воспользоваться, кому-то помочь, вот, и, ну, будет чуть-чуть больше долей, чем было бы, не чуть-чуть больше, а в два раза больше долей, чем было бы просто по, ну, в обычных условиях. Так, ну, и завершаем тем, что мы, ну, у вас с вами год или даже полтора были только в онлайне, вот, ну, а сейчас уже ковиды вроде бы заканчиваются, вот, ну, и можно уже как-то переходить к более живым встречам, ну, и вот мы первую такую встречу организовываем в это воскресенье, вот, с Олегом Тарасовым, нашим спикером, лидером, вот, ну, и, то есть 16 октября, это воскресенье, в 12.00, Green City, на Притыцкого 156. Поэтому приходите, вот, пообщаемся не только в онлайне, но еще и вживую, давно не виделись, вот, поэтому обсудим планы, новости, вот, ну, и так далее. Олег, ты там на связи или не на связи? Выходи. Так. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо за презентацию, благодарю. Да, живая встреча пройдет действительно с партнерами, чтобы там долго не искать, это, получается, гостиница Green, да, потому что там есть большой конференц-зал и есть, ой, большой этот самый магазинный комплекс такой, да, как Мол, да, а дальше идет гостиница. Вот так вот в гостинице Green City, вот, там, скажем так, на втором этаже, ну, там приятные очень сотрудники, они всегда проводят, на втором этаже, вот, там будет тоже, ну, мы, может быть, люди соберутся в 12, да, мы там всех встретим, заведем, а тоже опоздать чуть-чуть, можно-то, да, будет поймать и быстренько, в общем-то, это там, где гостиница. Вот, Алексей там тоже был в этом зале, мы там как-то проводили уже тоже встречу, вот, так что приглашаю тоже всех, вот, а так я бы хотел, вот так как люди здесь активны у нас все, может быть, вы тоже, Алексею, напишите, какие вопросы, если придут от вас люди, какие бы вот хотели вы, может быть, более, там, более подробно осветить какие-то вопросы, может быть, юридические вопросы, может быть, вопросы, как у нас тут в Белоруссии, потому что, видите, сколько было репортажей, когда приезжали с разных организаций у нас белорусских и удивлялись, да, как раз, ой, какие у нас тут работают люди, и какой у нас гений, оказывается, существует, и какой транспорт интересный, да, в общем-то, очень было много положительных отзывов, и я вот с кем не говорю сейчас, приглашаю, то удивляюсь, что, говорит, а как относятся у нас в Белоруссии? У нас в Белоруссии относятся к этому очень хорошо, но, наверное, надо еще будет показать фотографии, донести, вот это вот, может, видео, у нас будет, есть возможность будет и показать видео, и фотографии, но, естественно, что были пожелания, чтобы мы с Алексеем показали, как мы, допустим, ездили там, да, Леш, надо будет в Мариной горке, вот, либо, как я тогда вот был в Шарже, тоже проехал со своими сестричками, там тоже нам можно будет найти это видео, показать, вот. Одним словом, если есть какие-то пожелания, сообщите, пожалуйста, Алексею там личку или мне, там, ну, в чате можно писать, что кто-то, кто-то хотелось бы подробно и так далее, потому что мы готовимся, да, метро «Каменная горка», если кто-то спрашивает, это метро «Каменная горка», вот, выходите в голову поезда, поднимаетесь, проходите вдоль большого торгового центра до гостиницы, и там есть холл такой-то, можно собраться, а потом в 12 мы уже там начнем, поднимемся все в зал, так что вот такие вот дела. Вот, это будет следующее воскресенье, поэтому, Леша, еще... Не в следующее, а в это воскресенье. Ну, да, 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 простите, это будет в воскресенье ближайшее, которое будет, и Леша еще напишет в чате дополнительно, да, напомнит, вот, приглашайте, потому что, как вы знаете, что встреча живая всегда интереснее проходит, все-таки это могут задать вопросы люди, могут там обсудим, ну, в общем, любые пожелания, да, которые вы напишите, мы тоже постараемся их выполнить, там, может быть, какие-то подарки тоже сумеем подыскать, вот, одним словом, мы готовимся, и, конечно же, ждем в первую очередь активных людей, да, и, конечно же, приглашайте своих людей, которые, может быть, сомневаются в чем-то, может быть, не верят, сейчас действительно время такое, очень много, скажем так, информации льется разной, вот, и мы, скажем так, будем ориентироваться на созидание, на прекрасном транспорте, на оздоровлении планеты, на замечательных мыслях, которые надо транслировать во Вселенную, да, вот, и чтобы, в общем-то, благодаря нашему транспорту, как сейчас интернет снес все границы, мы можем общаться по всему миру, так и транснет нас ведет к тому, что мы будем перемещаться по всему миру и путешествовать, дружить, любить, вот, и строить новое прекрасное будущее. Кстати, отель называется Green City, Green City, зеленый город, ну, так что название тоже соответствующее. Да, да, это, кстати, тоже немаловажно, вот, наша зеленая технология, вот, в зеленом городе, кстати, там тоже высотное здание, и можно свизуализировать, что когда-нибудь в Green City придет транспорт U-Sky, да, со своими струнами замечательными, и будет тоже, в общем-то, здание очень красивое, новое, поэтому... Да, пересадка из метро, на стены, сел, поехал дальше на Гродно, куда-то, на Вильнюс. Да, отлично, Леша, отлично, прекрасно. Прекрасно свизуализировали, да? Да, да. Всего хорошего, спасибо, Леша, спасибо за новости, так что ждем вас уже на живой встрече в ближайшее воскресенье, 16-го, да. Да, 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 приходите, приходите с друзьями, вот, мы пообщаемся, давно не виделись. Спасибо. Ну, в принципе, на этом, если больше вопросов нет, тогда будем завершать. Спасибо. Спасибо.